Здравствуйте дорогие друзья! Мы находимся на интересном сайте unibigger.com Сайт этот интересен тем, что здесь есть интереснейший круельный инструмент, который называется рамка карнизная Unibigger. Сайт переведен автоматически с немецкого на русский, поэтому здесь на самом деле написано кронштейн и складные щипцы в одном устройстве. Ну что же, посмотрим, что это за такая карнизная рамка. Вот она справа находится. И мы начнем с приложения. Сейчас настраивается приложение. Ну и вот здесь использование шесть шагов. То есть подготовка и позиционирование. Первый шаг. То есть карнизная рамка у нас позволяет отгибать на картине кромку в районе карнизного свеса. Первый шаг. Второй шаг. Прикрепление к картине. Третий шаг. Зажим кромки картины. И сгибание кромки. Это у нас четвертый шаг. Шаг пятый. Складывание нижней ручки. Поднятие нижней ручки снова открывает унибиер. И шестое. Удаление, то есть снятие карнизной рамки с металла. Процесс гиба завершен. Вот так работает этот чудо инструмент. Унибиер это австрийская фирма. Ну и сейчас посмотрим как это выглядит уже на видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь можно посмотреть процесс гиба непосредственно уже на видео. И все будет понятно. Вот сейчас загрузка идет. Включаем видео. Сейчас мы увидим процесс в анимированном виде. Как работает этот чудо инструмент. Карнизная рамка унибиер. Фактически эта рамка позволяет делать подводку карнизного свеса. Это как бы в одной рамки две. Вот они для разной ширины картины. Три вида. Вот пожалуйста можно 420T, 520T, 570T. Таким образом мы можем брать необходимую нам ширину унибиера по ширине картины. Ссылку на это видео я предоставлю в описании. Давайте еще раз посмотрим. Это видео короткое. Здесь кое какие замечания можно сделать. Так. Загрузка. Можно посмотреть. Это выйти. Есть у них YouTube канал унибиера. Вот сам этот процесс начинается. То есть мы одеваем карнизную рамку на кромку. Приподнимаем ручку. Отгибаем. И прижимаем второй раз вторую уже ручку и снимаем. Вот сейчас будет показана вот ширина этих унибиеров. Они делаются в зависимости от ширины картины. 420 мм, 520 и 570 мм. Вот вкратце такая рамка. Так. Ну вот здесь еще есть продукция. 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 То есть здесь вот как раз описывается унибиера 570t. То есть это ширина картины 570 мм. Это 22,44 дюйма. Унибиер 520t. Это ширина картины 520 мм. И унибиер 420 мм. То есть ширина картины у нас может быть 620 мм или 16,54 дюйма. Вот такие вот чудо карнизные рамки производятся в Австрии. Вот еще они продают клещи для надрезов. Ну есть у них вот на Facebook, есть в Instagram, есть на YouTube. Все это можно зайти на этот сайт унибиер.com и посмотреть это все самим. Вот. Ну вот запрос сейчас. Здесь предлагают какое приложение открывать для связи с этой австрийской фирмой. Начало. Здесь идет описание. Можете сами тут все почитать. Какие преимущества. Ну действительно преимущества это время. То есть вам не надо использовать две рамки качества. То есть пожалуйста вы выбираете ширину картины, для которой вам эта карнизная рамка нужна. И простота работает, а естественно даже неопытный работник может четко отогнуть кромку на оптимальную ширину. Вот такие вот чудесные карнизные рамки делает эта австрийская фирма. Тут все можете сами посмотреть. Часто задаваемые вопросы. Ну все у нас в сайте. Грамотно сделан сайт. Закрывает все вопросы и возражения. Остались вопросы. Отправьте электронную письмо. Вот приложение на видео. Пожалуйста можете посмотреть видео. Вот здесь цитата от инженера Андрея Сацхайник. Генеральный директор фирмы Unibiger. Unibiger это с немецкого переводится Unibender. Если уж так. То есть у не гнутель, я не знаю, по-русски таких слов нет. Ну вот здесь вот действительно вы удивитесь, как много рабочего времени можно сэкономить при обработке картины. Вот это полотно листового металла, это лучше перевести в картина. Потому что полотно листового металла называются на пальцевой кровле картинами. Ну, в общем, посмотрите, познакомьтесь с этим интересным сайтом. Смотрите видео. Рекомендую очень интересный, естественно, трудный инструмент. На этом заканчиваем наш обзор. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok